500 килограммов, столько отработанных батареек удалось накопить детям. Пункты сбора были открыты во всех школах Сочи. Батарейки начали собирать в начале учебного года. И не просто собирать, а подробно изучать вопрос, насколько опасны содержащиеся в аккумуляторах тяжелые металлы и почему старые элементы питания нельзя выбрасывать в обычное мусорное ведро. Одна батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли. Из-за того, что если мы будем выбрасывать ее в обычное ведро, она потеряет свою оболочку, а спустя какое-то время все тактичные вещества выйдут и будут загрязнять окружающую среду. Акцию по сбору батареек организовала экологическая организация «Тут грязи нет». Эксперты подсчитали, одна выброшенная батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли. Это территория обитания двух кротов, одного ежика и тысячи дождевых червей. Так что благодаря собранным аккумуляторам школьники спасли 96 гектаров земли, 2 миллиона литров воды и почти 5 тысяч ежиков. Именно поэтому правильная утилизация настолько важна для сохранения природы. Если бросить одну батарейку, скажем, в озеро, вот примерно статистика 400 литров воды зараженного. Все школьники это начинают понимать со школьницами, что такое опасные отходы и что из отходов можно делать вторую жизнь. Отработанные элементы питания эко-волонтеры передали на утилизацию в специализированную компанию, которая работает с отходами такого класса опасности. Данные батарейки будут отвезены на наши производственные площадки, далее их будут разобраны на мелкие части. Те, которые будут использоваться как полезные скопаемые, будут передаваться дальше другим подрядам организациям на переработку. А все, что не полезно, будет утилизировано собственными силами, на собственных установках. Кстати, сейчас компания ведет переговоры с мэрией. В планах установить в Сочи специальные эко-боксы для приема батареек и лампочек. Скорее всего, такие пункты сбора вторсырья появятся в оживленных местах курорта, чтобы как можно больше людей могли, просто выбрасывая батарейку, помогать природе. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.